Друзья, всем привет! Недавно я сделал вот такую маленькую диораму, и это просто был некий перформанс для того, чтобы попробовать самому и показать вам возможность создания вот таких маленьких работ. Она состояла всего из одной модели и пары людей, а сегодня я хочу показать вам, как делал большую маленькую диораму с множеством разных элементов. Каждый такой набор — это, по сути, полноценная модель. В нем есть инструкция для сборки, основа модели сделана из смолы, а все мелкие детали сделаны из латуни методом фототравления. Для соединения деталей я буду использовать клей для экранов смартфонов. Когда детали вот такие мелкие, очень сложно позиционировать их, используя суперклей. Даже с помощью самого тонкого пинцета многие детали неудобно или же невозможно ухватить, поэтому для работы я использую нож. У такого маленького тягача деталей даже излишне много. Колеса, например, собираются из трех частей, чтобы они были объемными, и производителям предусмотрено, что в процессе потеряется что-то, и поэтому в наборе деталей больше, чем это необходимо. Здание вокзала очень классно продумано, не нужно ничего сгибать. Как это обычно бывает, отдана деталь, форма из смолы, на которую приклеиваются детали из латуни, и таким образом получается объемная крыша. Дальше крыша соединяется с самим зданием, и по такому же принципу приклеиваются стены. Здесь есть окна, двери и даже кирпичная кладка, которую очень хорошо видно, но только в том случае, если у вас нормальное зрение. Кроме того, предусмотрены даже вот такие фигурные опоры для крыши, которые собираются из двух частей. Самая простая модель в сборке для этой диорамы — вот такие платформы. Делаются они из трех элементов, которые нужно просто согнуть и по принципу такого слоеного пирога соединить между собой, чтобы получилась железнодорожная платформа. Как и все остальное, здесь главное звено поезда — локомотив — тоже очень хорошо детализировано. После того, как все модели собраны, обезжириваю их с помощью обычного мыла. Основание для этой диорамы будет сделано из пеноплекса, которое со всех сторон я обклеиваю с помощью листовой бальсы. Основу я сделал в форме параллелепипеда для того, чтобы визуально изобразить перспективу, потому что это будет длинная железная дорога, и для такой композиции это очень важно. Верхнюю часть заливаю гипсом и выравниваю его. После высыхания с помощью наждачной бумаги обрабатываю подставку со всех сторон. После этого приступаю к грунтовке моделей. Самое сложное здесь — не испортить детализацию, поэтому не беру большое количество грунта на кисть, а наношу его очень тонкими слоями. Добавлю еще немного деталей от себя. Перемолотый дубовый король изобразил уголь в тендере локомотива, а с помощью каминной спички, которую я зажал в тисках, для того, чтобы она распалась на вот такие мелкие щепки, делаю бревна в вагоне. Фиксирую их с помощью жидкого клея. Нижние части вагонов будут самыми темными, поэтому крашу их в темно-серый цвет. Локомотив должен быть черным, но крашу его в серый цвет для того, чтобы потом можно было выделить всю эту детализацию. Платформой крашу в коричневый. Дерево в вагоне, соответственно, крашу в цвет дерева, а сам вагон будет красно-коричневого цвета. В наборе с железнодорожными путями даже был светофор. Светло-серым цветом методом сухой кисти выделяю детализацию на моделях. Кисть практически полностью сухая, потому что здесь как никогда нужна точность и аккуратность. После высветлений делаю тени с помощью акриловой проливки. Вокзал тоже делаю светлее, чем это нужно. Стены крашу в светло-кирпичный, а крышу в светло-серый. Оконные рамы покрасил в белый цвет. На крышу нанес проливку черного цвета, а на стены коричневого, и после этого дополнительно прошелся смывкой для того, чтобы еще больше выделить детализацию. Железнодорожные пути сделал темнее всего остального, покрасил их в цвет темной ржавчины, а для того, чтобы выделить рельсы, держа кисть параллельно поверхности, прошелся также методом сухой кисти. В фигуре я сделал разных оттенков и покрасил им только головы. И в завершении прошелся по ним смывкой черного цвета. Платформа будет иметь высоту всего 2 мм, делаю ее с помощью бальса, приклеиваю на ПВА, после этого подставку переворачиваю и прижимаю, для того, чтобы она не изогнулась. Чтобы убрать текстуру дерева и поверхность была ровной, наношу на нее акриловую пасту. После того, как паста высохла, заклеиваю платформу скотчем и на всю поверхность наношу жидко разбавленный клей ПВА. С помощью натянутой на банку колготки я просеиваю и без того мелкую, в пыль перетертую дубовую кору, чтобы создать очень-очень тонкую, такую шероховатую текстуру. Не дожидаясь высыхания клея, устанавливаю на поверхность рельсы и прижимаю их с помощью линейки, чтобы они легли ровно. После установки срезаю все лишнее вровень с подставкой. Перед покраской поверхности смачиваю ее для того, чтобы краска лучше растекалась. Чтобы имитировать деревья, в акриловую пасту втыкаю маленькие тонкие ветки. Дальше наношу мелко измельченную окрашенную губку на эту же поверхность, чтобы имитировать траву. На клей-спрей приклеиваю двухмиллиметровый флок и посыпаю на него перемолотую губку, чтобы деревья были объемными. Теперь устанавливаю все модели на диораму. Фигуры на платформу приклеиваю с помощью суперклея. Эта работа размером меньше ладони, но на нее поместилось все, что необходимо для диорамы с железной дорогой. Вокзал, вагоны, люди, деревья. В моем инстаграме будет больше фото. Подписывайтесь обязательно и пишите комментарии. Всем творчество и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok